Дмитрий Корвин-Вилов 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 тоже там правда за пять часов там что мы сидели он сказал три слова вот но очень внимательно слушал я это заметил ну вот и мы когда с ним разговорились вот у меня пораз первую очередь какие-то ну не могу сказать что прям сразу разглядел человеческие качества нет но по первому впечатлению оказался очень приятный а учитывая то что именно атмосферу царящую в нашем составе этот человек в принципе нам подходил но я тогда его не рассматривал серьезно вот именно по человеческим качеством я да не рассматривал серьезно потому что мы играли с сашей никсом я просто ну поставил у себя вот галочку блокноте что вот есть такой игрок надо посмотреть за ним поближе в пабликах или на к в или еще где-то он тогда играл в гамбитах я смотрел за ним когда как раз они играли официалки потом так вышло что мы расстались с сашей никсом саша не кстати в этом тоже не виноват вообще он сказал можно сказать оказался жертвой обстоятельств вот действительно жертвой обстоятельств и все и после этого я понял что ну а добра добра не ищут нашу болото нужно разбавлять как говорится артезианской водичкой вот и позвал его на тест в принципе но я сразу сказал ребятам что работа будет много нужно максимальный комфорт не в плане до ком-то игрового на максимальный комфорт в плане вот атмосферы в команде потому что когда молодой игрок приходит если мы тестили вот у нас просто миллион таких примеров мы тестили влада кристаллайзе свое время еще задолго до того как он играл в дд когда он еще никому не был известен и я тогда уже знал что это хороший игрок что может раскрыться мы вот если раз мы вот есть или два вот что-то как-то он молчит не раскрывать но потом я с ним разговаривал дивана после играм год я волнуюсь дело я понимаю потом мы как-то его позвали в официалку поиграть с тендином единственный кто играл на играть какой-то я не помню очень слабой командой тир-3 уровня единственный кто играл в этой игре это был вайт кристаллайзе остальные четверо вот не делали ничего в той игре вообще на пофиг совершенно играли ну и конечно что мы эту игру в хлам проиграли ким-то на немом и ну ну что вот может сказать конечно вот посыпал голову пеплом и все все таки ну нет это чувак не для нас так давай вернемся к на его то есть его поздно открыл ты изобрел ты ну и я его отжал у гамбита в принципе но для команды да то есть его привез вал вот это и бег он классный парень красивый умный молодец все играем с ним и как бы все может быть он не был очень многословен на скамейке в китае но тем не менее он был многословен в недавнем интервью своем и сказал что команде довольно очевидная вещь который тоже муссируется в сообществе что команде не хватает координации не хватает капитана но при этом он добавил что об этом никто не думает и об этом ни разу не поднимался разговор сколько у нас объект команды напомнили пожалуйста ну я понимаю официально правкой с поправкой на его нахождение в команде ну просто воздух если говорить о менеджменте какой смысл пукать в лужу то есть зачем вот за эту неделю у нас была цель на эпицентре выйти из группы и поднимать извечный вопрос у нас нет капитана что же нам делать ну какой смысл если у нас неделя до эпицентра этого капитана мы нигде не найдем и не заменим никого на этого капитана то есть об этом при нем условно вопрос не поднимался но почему-то странно объект не отметил что мы нашли коуча который сказал честно что на эпицентре работать с нами не будет но возможно я думаю не в обиду ему не то что испугался не хочет брать на себя ответственность за какой-то плохой результат а во-вторых у него он известна достаточно на снг сцене вот он работал с известными командами да уже ездил на мейджеры в этом сезоне и как правильно сказать то есть у него другое видение игры совершенно и он сказал я не хочу перелопачивайте потому что если вы обостритесь ну грубо говоря то я буду чувствовать свою вину ну это абсолютно резонно ну да и вот если вы центра мы начнем с вами работать все насчет капитана в свое время была сделана ставка нами пошку что вот он будет капитанить разовьет возможно себе там недостающие качества капитанские ты считаешь что это провальная была идея на не оправдала себя она бы оправдала себя в команде navi например то есть эта идея изначально не была провальной дело в том что никто из оставшихся четырех игроков не может на себя взять это время мы пробовали с каждым единственный кто на себя взял это время это был саша никс он причем сам захотел я вот тогда еще спросил ну ты по себе берешь ношу не упадешь при ходьбе он сказал что по себе но в итоге как мы узнали он упал представляю себе просто ты сидишь на вершине башни такой старец к тебе приходит не кстати говоришь ему по себе ли ты берешь почти так и было только башни было крыльцо нашего типа хаоса но было почти так вот то есть идея не была провальна до сих пор считаю что она не была провальный то есть потому что ну вот яркий пример вот на но там да у нас был егор но все равно в общем и целом во многом во многом я не могу сказать у нас есть провальные драфты откровенно но такие же провальные драфты есть условно и у артема и фнг например тем спирит многие когда смотришь какие-то квалификации важные игры ты можешь эти игры что же он напекал ну банально взять далеко ходить не надо мы можем взять квалификации на это нашло 2007 где он банил в трех последних играх арквардена нам причем в первой либо 2 стая правда не помню вообще аппаратов каждой игре нам отдавалось которым вообще все время стоили весь пик то есть и в принципе в каких-то моментах я рек драфтит неплохо но он слишком подвержен чужому мнению да ну смотри капитан ты не только драфт драфт это просто вот кусочек мозаики я не знаю кто делал заявление про то что ярослав будет капитаном капитаном он изначально рассматривался он рассматривается только драфтер чисто как драфтер то есть он состав капитаном но по совокупности личностных качеств ему сложно быть капитаном потому что он не во первых на него очень влияет атмосфера царящая в команде а во вторых он не может быть если есть условно люди которые ментально в каком-то плане сильнее и считают себя там лидер даже не могут ими быть но потенциально считает то есть то он не раскроется он не может быть лидером в этом ситуации вообще то есть этот человек просто не является лидером но я слышала то что что гостик много говорит в игре много колить кого тогда его можно обозначить как именно капитана кординатора или вот эта фраза у нас нет капитана она означает что в принципе нет ну мы слушаем до 100eyed капитаны если это больше человек который колит глобально да такие и глобальный колораш а не hrashan тогда это наверное его можно обозначить капитана вопрос в другом насколько ли колы это хорошие то есть для меня капитан это тот кто делает хорошие колы которые разбираются в маsy то есть грубо говоря которые минимум минимум допускает каких-то как рядных ошибок вот и который еще при этом может последить за другими тиммейтами и которого все слушают ну вот например когда ростислав идет загуливать умирать без байбека то есть капитан должен как бы сказать ему и ростик должен послушать его но если этого не происходит судя по тому что даже на этом турнире два раза такая была ситуация то соответственно тут тоже идет вопрос является ли он капитаном тогда еще вернемся на ступеньку назад расскажи про никса то есть как уже попадал в команду он как это происходило понятное дело что это был такой ощутимый более-менее промежуток все не пересказывай каждый день с никсом нам можешь не передавать но в общих чертах ну поиграли гв он много говорил вот смотри важный нюанс если наива обнаружил ты кто обнаружил в принципе предложил ну мы знаем что есть такой игрок все предложила вы наверное скорее всего ну не наверное предложил его ростислав а вот мы пробовали не только с ним мы пробовали в том числе с болгариным нико бэби и еще с парой человек поиграть вот но получилось так что команда или несколько человек из команды пока вы половина именно хотели играть сашей ну то есть соответственно когда мы играли с другими они играли не так как играли сашей то есть саша не больше говорили там больше всего делали и прочее поэтому по сути вариантов у нас не было но я не могу сказать что вариант по сути вариантов не было но саша даже для менеджмента являлся казался лучшим вариантом потому что он много говорил мы в первые же там пару дней на кого разнесли сильные команды аля привет виртуз про передаю вот рамзик с этого даже рофлил говорит ага взяли парня нас говорит 20 за 20 минут по имели горит и все и все подписываем подписываем как бы так и вышло до старладера саша был очень хорош включительно после старладера он поплыл но в этом нет его вины совершенно опять сыграла наша атмосфера общекомандная у него начались абсолютные то есть разные точки зрения на игру с одним из игроков начались постоянные конфликты непонимания и перед эпицентром мы могли сделать фактически мы могли сделать две замены чтобы сюда поехать но по сути вторую замену не было подходящих кадров и это было слишком наверное потому что все таки уже все устаканилось более-менее и но одна замена всегда вольгот не перед вам перед важным турниром чем 2 хотя бы потому что но можно мы сильно старались мы старались и на тренировках и на атмосфере мы пытались выжить из себя все не сработало никс друг и фэна это для тебя вот когда к ним приходит игрок и говорит давай потестим такого-то парня он мой братишка это отягчающий фактор или наоборот это бонус все зависит от того что в голове у этого братишки то есть для меня изначально когда я брал никса это был бонус потому что я считал он действительно может обуздать какие-то вопли и фэна например в игре ну не вопли а когда например ростик себе что-то позволяет лишнего сами можешь сказать ему там и все и россии на включается условно а вот то есть это работало три недели включая star ladder после star ladder а там включился другой игрок уже не ростислав и но у него то есть конфликт основной был нет с ростиком было им тяжело иногда но они могли договориться потому что они друзья но в итоге получилось так что у них диаметрами . получилось вот третье лицо вклинилось выгодует и получился такой сыр бор он очень старался но не сильно не получалось сам это я не знаю что происходит я очень стараюсь у меня все хуже игра все хуже и хуже и хуже и хуже и хуже я горит пришел я был там топ-40 рейтинга ты видишь я сильно много игрались и много смотрю игр я там драфчу но теперь я топ-200 я смотрю свои игры вот на турнире говорит но это просто ужасно а с психологом пытались как-то работать с никсом или до этого не дошло до этого не успели мы дойти но тут сложно сказать дело в том что все таки это более хост часть психолог нужно нанять человека договориться а за это я ему не ответственно как отнесся к кику никсайф н то есть он воспринял как данность или сначала нет он ну то есть он я не скажу что он был против он ну то есть он понимал что александр ну я понимал что в принципе саша не виноват в том что происходит но после длительного достаточного разговора и ну объяснение всей ситуации как это происходит и вот именно то есть точки зрения менеджмента когда объяснил ситуацию то есть что как где и почему мы не можем сделать вот так вот так вот так и мы Вот честно скажу, он как бы принял это, но честно скажу, по сути я мог сделать выбор, я мог сделать ставку на Саню, можно было так сделать, пришлось бы очень много перелопатить, можно было сделать, но не в обиду никому, если бы это был Рамзес, я бы так и сделал, но Саня пока не Рамзес, поэтому я не рискнул на него сделать ставку. Мипошка тоже недавно давал интервью и говорил в нем, что, у него спросили, почему меняют именно Кэрри раз за разом, и он сказал, что просто легче найти замену именно на позицию Кэрри, с одной стороны это тоже звучит довольно благоразумно, с другой стороны это звучит так, будто бы, ну, будь ваша воля, вы бы всех покикали, просто не на кого менять, то есть насколько это соответствует действительности, и часто ли приходится сталкиваться с тем, что игрок в текущем составе не подходит, а менять его банально не на кого? На самом деле, это очень часто, вот как бы смешно не звучало, но сейчас состояние кадров в СНГ таково, что ты действительно иногда хочешь заменить человека, ну и прямо вот это не возникает, прям вот я хочу, а это возникает с течением какого-то времени, то есть ты смотришь, ты вроде понимаешь, что может быть игрок хороший, но он тебе по каким-то причинам не подходит, наглядно в эту команду, да, или в команду, которую ты ментально там мечта хочешь построить, И действительно сейчас случается так, что, ну, просто нет кадра, который подойдет в твою команду, то есть на самом деле мы играли, я так скажу, мы играли достаточно с саппортами, мы меняли и четвертую позицию, мы меняли пятую на трояуты, и, ну, эти люди, то есть когда ты меняешь, ты должен быть уверен, что этот игрок даст тебе намного больше, принесет результат, иначе нет смысла менять, то есть вот, когда мы взяли Айбека, я, ну, верю в то, что этот игрок со временем точно принесет результат. Рано или поздно, то есть я в него полностью верю. А вот с саппортами мы играли, у меня, мы молодых многих пробовали, вот веры такой мне никто не оставил. Причем, возможно, они действительно хорошие игроки, мы поражались, вот есть Федя Верхиор, такой человек, мы его тоже тестили, у нас он, не в обиду, ему там на СК тремя станами попасть не мог, ну, может, он у нас, может, атмосфера, может, никто ничего не говорил, он, кстати, он тоже жалился, говорит, просто никто ничего не говорит. А вот он перешел в сложный мемас, и на Баунти Хантере Нави перерезал, потом еще кого-то перерезал, там где-то до финала дошел. Все, хотя там команда, очевидно, намного, ну, не в обиду никому, по индивидуальному исполнению, даже если судить чисто по цифрам, там команда слабее, чем состав Империи. По цифрам ты имеешь в виду рейтинг? МР даже банально, да, то есть она слабее, но вот так вот происходит. Как вы путем, там, поисков и трайутов дошли до того, что взяли на суппорта Йоку? Во-первых, это игрок, который не просто не играл на суппорте, да, это в этом компетитив, он, в принципе, один из известных инцидентов с ним, это когда они не поделили медлайн с резолюшеном. То есть человек даже на оффлейне не мог усидеться, а вы его сажаете на суппорта, и опять же, не то, чтобы он известен своими крутыми, там, навыками в коммуникации, в капитанстве, то есть почему, каким образом? Ну, пул тогдашних оффлейнеров, это сейчас четверочный пул, по сути, побольшой. Он играет также на земле. Его виспа, например, на этом турнире все отправляли в бан после одной игры, хотя мы ту игру с липидами проиграли. То есть именно как исполнитель Макс хорош. К тому же мы когда общались, мы изначально предварительно с ним общались, то есть общался киберспортивный директор Саша Соломонов, и Макс сказал, что играть на четверке для него не проблема. То есть у него основная проблема, что ему хочется выигрывать, все. То есть играть на четверке для него точно проблемы не будет, он действительно хочет. Но, в принципе, если посмотреть, он действительно достаточно играл даже тех же пабликов. То есть иногда он провисал, мы говорили ему, Макс, что за фигня, надо играть в паблики, все, он начинал опять играть. То есть мы попробовали с ним поиграть. Мы знали, что он немного особо говорит, но на тот момент у нас еще был Саша, который говорил действительно много. В принципе, у нас, я не скажу, что там плохо, у нас пошло, по большому счету. Но мы не просели. Вот то, что мы играли с ОККВ, после того, как мы убрали непосредственно Иванова, он скоро, мы не просели. А где-то мы стали играть и лучше. Но если вспомнить, мы действительно первое время особенно неплохо. Где-то мы чуть не дотянули, куда-то вышли, там на Старладер, еще куда-то. То есть все было нормально. То есть в отдельных играх он показывал очень хорошую игру. Но вот даже если брать на Эпицентре, где он показывал даже очень хорошую игру, мы как бы все равно не выигрывали. Но опять же, его вины я прям в этом не вижу. У Макса есть другие трудности, с которыми его очень сложно. И в частности, я считаю, это его отношение непосредственно к игре. То есть он просто не любит доту. Он мог бы быть лучшим, наверное, в СНГ на любой позиции, если бы любил эту игру. Потому что он ее не любит. Но он действительно талант. Вот все, кто с ним играет, даже в моей команде сейчас, несмотря на то, что многие... Какими-то вещами. Вот игроки конкретно имеют претензии к Максиму по каким-то вещам. Но все однозначно говорят, что он талант. Но игру он не любит. Есть слух, что Йоку первый кандидат на вылет из Империи. Что, возможно, он уже покинул команду. Насколько это реалистичная информация? Ну, если кто-то что-то решил без меня, то, возможно, информация стопроцентная. Но и я пока об этом не в курсе. То есть я не могу сказать, что мы оставим Максима. Но я вообще никому из этого состава, кроме на данный момент Керри, не могу сказать, что он точно останется. Я просто хочу пояснить. Просто потому что Керри сидит, смотрит, как мы записываем это интервью. То есть сидел бы любой другой, он бы так сказал про другого. К вопросу о заменах, о том, что не всегда есть игрок, подходящий на ту или иную позицию. Вот сейчас, например, есть неплохой такой фри-агент, которому очень идет черная форма с красными полосками, это Кингер. Есть ли вероятность, что он может присоединиться к Империи, тем более, что, в принципе, если сопоставить слухи, то позиция эта вакантная для него есть? Я боюсь уже в последнее время, как говорится, камбэкать старых игроков в Империю. Потому что все, кого мы камбэкали, в принципе, я не говорю, что кто-то плохо играл, но результатов, вот прямо ощутимо, у кого-то прироста не давали. Ну, с одной стороны... Но если убрать вот это даже... Суеверие? Вот это суеверие, да, правильно, спасибо, убрать, то, по сути, когда мы поменяли Рената, у нас была очевидная проблема с двумя саппортами. Очевидная прям проблема была. И сейчас, по сути, что должно измениться, чтобы эта проблема исчезла? Да, вот там отсутствие... Ну, у Рената тогда еще были проблемы с отсутствием инициативы, в плане... У него атмосфера тоже очень давил уже тогда. Когда мы с ним расставались, он до этого не говорил, но когда мы вот уже расстались, он сказал, что мне было очень тяжело. Он, напомню, что он у нас упал почти до 5-900 у него было. А потом он пришел в эффект, и человек стал, там, он, по-моему, в топ-10, или в топ-20 зашел сразу. То есть он моментально начал расти. И у нас тренер его просил поиграть 15 раз на дизрапторе, он играл 2, и начинал играть на корах. А там он играл 2-4 на 7 просто, потому что там было по кайфу. У человека просто было по кайфу играть. Ренат очень атмосферный щел, он очень приятный, он очень сам атмосферный, и ему нужна эта атмосфера. То есть если атмосфера негативная, он в этой атмосфере начинает чахнуть. И, по сути, что был Ренат в эффектах, и что был Ренат в империи, это вообще два разных Рената. Но у нас-то в империи ничего, по сути, не изменилось. Вот в этом проблема. То есть он находил из того же состава, по сути, который сейчас есть. То есть у нас изменился один игрок. Тебе не кажется, что проблема-то не решается тем, что ты меняешь одного игрока или второго? Вот ты говоришь, империя осталась та же. Ты говоришь, что игроки там раз за разом, ну не все подряд, но ты говоришь, там, игрок у нас играет плохо, идет в другое место, играет хорошо. Может быть, нужно как-то удобрить почву, знаешь, а не просто пробовать разные сорта? Так нет, ну можно же просто все выкорчевать и посеять заново. Это сработало в 2015 году, когда у нас был состав, когда мы съездили на Дотопит. Потом, так сказать, было принято волевое решение, и были абсолютно пять новых игроков. Зайти на продоту, если поднять старый топик 2015 года, там страниц 20 таких комментариев. Ух, ну как бы, однако это сработало, да, мы не поехали на интернешнл, но в общем и целом за три месяца мы съездили на 5 ланов и нигде не заняли последнее место. Вот, то есть это, ну кроме последнего лана, ну там по своим причинам все это было. И даже еще выиграли онлайн турнир там какой-то. То есть, по сути, можно удобрить, но удобрить почву, это должно быть какое-то количество времени. Причем, удобрить почву, ну, например, если с помощью каких-то сторонних специалистов, да, например, удобрять ее. Потому что, честно сказать, я не знаю ни одного человека, который бы прям вот изменился. Вот прям вообще изменился. Вот вообще. Это, мне кажется, нереально. Ну, никто не меняется. Ты говорил, что собираешься заниматься решениями в команде чуть ли не единолично теперь, ранее ты был 50 на 50, что ты обои игроками, сейчас ты хочешь здесь у свои руки. Во-первых, что тебя смотивировало, что до этого вот это 50 на 50 не работало вообще? Ну, судя по последним результатам, не работало. Потому что, когда это работало, я нормально к этому относился. А ты говоришь именно о кадровых решениях, то есть взять игрока, кикнуть игрока? Или ты говоришь о каких-то вообще более внутренних процессах? Внутренние процессы не все мне подвластны. В этом проблема. То есть я могу составить, да, там, условно, лист, сказать, что вот, ребята, очень мне нужно, очень мне нужно, очень мне нужно, но это не всегда получается. Тоже не по моей воле. Это и во внутренних, наверное, тоже я имею в виду и внутренние процессы, но только те, которые мне подвластны. Потому что некоторые, при всем желании, я, вот даже если мне нужно запустить, я не могу это сделать. То есть мне нужна помощь непосредственно моего руководства. В чем заключается твоя экспертиза? То есть, грубо говоря, почему, вот, какими навыками ты владеешь, какими знаниями ты владеешь, что позволяет тебе единолично принимать решения за пятерых профессиональных дотеров? Никакими. У меня просто есть яйца. То есть я могу взять на себя ответственность. Сейчас, на данный момент, если кто-то еще из игроков может взять на себя ответственность, пожалуйста, я не против. Но я думаю, что в текущий момент никто из игроков не возьмет на себя ответственность. А я возьму, за которую я потом отвечу, если в случае, если мы не поедем на интернешнл. Как думаешь, что отличает тебя от других киберспортивных менеджеров? То есть, опять же, можно долго об этом рассуждать, но я бы, знаешь, выделила тому, что есть несколько разновидностей менеджеров. Кто-то ярко выраженный водонос, кто-то мамочка, которая бегает, вытирает сопли. Вот ты какой менеджер? Вот как бы ты характеризовал тот тип менеджера? Всего понемногу. Абсолютно. Я лично себя считаю, я слаб в административной части, скажу честно, я поэтому иногда хромаю. Ну, не в плане, что я идиот и 2 плюс 2 не могу сложить, а в плане, что я могу себе позволить где-то там что-то поздно ответить, где-то... Мне не нравится вообще самая вся эта бумажная там фигня, вот. Поэтому я больше как раз включаюсь в процессы вот команды, созидания и всего остального. Но, в принципе, идеальный менеджер – это когда всего понемногу. И какие-то необходимые... Ну, разным организациям нужны разные аспекты. Есть организации, которые такие административные машины, что им этот администратор хороший вообще не нужен. Да, им нужно что-то другое. Поэтому вот, если ты в своей организации, у тебя вот там, например, столбик администрирования, столбик созидания, там, или столбик team creator, вот, на ровном месте как раз вот сколько нужно. Ну, знаешь, как в играх есть ограничение? Там 75 максимум, вот, 60 максимум. Вот так же, если ты заполняешь это, то ты хороший менеджер. Именно для этого, как говорится. Миллион примеров, когда есть отвратительный работник в одном месте, он приходит в другое, и он там ух, ух, ух. Вот многие, например, я даже скажу, надеюсь, на меня не обидятся Дворянкин Роман и организация Virtus.pro, но вот много было флейма, когда он только пришел в Virtus.pro, о том, что вот, там, с какого-то там СММ менеджера, там, хоккейного клуба Спарта. У нас, кстати, с Романом тоже были достаточно сложные отношения изначально. Можете Twitter-переписку прочитать, там все было. Но, по сути, вот ту роль, на которую вы взяли в Virtus.pro, это идеально. Он всегда, он везде, он вот эта хайп-машина, медийка, разгоняется, у них там вот... Я ездил, да, в Ultima Tour, у меня ничего не было. У них там антихайп, все дела тут посрались, потом поменяли сразу это, все съездили, всегда здесь, везде, все пробивает. Вот идеально делать свою работу, как бы кто к нему ни относился. Да, он там может лишнего себе позволить в Twitter, это тоже неоднозначно, это все такое. Кто из нас не без греха? Да, но свою работу он делает действительно хорошо. Вот так вот. Ты довольно быстро себе заработал славу в Dota Community, но не результатами своей команды, а своим пабликом ВКонтакте, где ты время от времени сливаешь инсайды, что тут сказать. Как ты думаешь, почему другие менеджеры этим не занимаются? Я думаю, потому что большинство из них... Во-первых, много ты менеджеров знаешь в СНГ. Дело не только в СНГ, вот в мире просто. Вот как много менеджеров ты знаешь, которые промышляют такими вещами? Вот именно менеджеров, наверное, ноль. Вот, как ты думаешь, почему? Что их останавливает? Может, какие-то рамки, может, им это просто неинтересно, может, не нужно. Может, они боятся из-за того, что организация по носу им ударит, в который они работают. Я даже не знаю. Может, они боятся испортить отношения с кем-то, ну, то есть непосредственно своими коллегами или еще чем-то. Потому что я знаю, когда в свое время я некоторые вещи заливаю, люди жаловались непосредственно моему руководству насчет того, что я делаю. Вот. То есть и руководство меня тоже немножко журило. Как бы вот так. Есть более умные SEO-организации. Они напишут напрямую в личку и говорят, вот, пожалуйста, вот этого говорить не надо. И я этого не говорю. То есть я совершенно не против, если мне кто-то напишет и скажет, что не надо, я не гонюсь за хайпом, я не буду ничего выкладывать. То есть, ну, пока как бы не пишут, ну, почему нет? Я и в этом не южную сторону. Я не буду испортить ни с кем отношения, потому что у меня ни с кем этих отношений нет. Я сам себе Титаник, который либо поплывет, либо утонет. Поэтому мне, в принципе, на это все параллельно. Ты говоришь, я не гонюсь за хайпом. А какая конечная цель того, что ты оглашаешь закрытую информацию? Да никакой. Я просто от этого кайф получаю. Вот и все. Серьезно. А какая может быть цель? Хотите, скажу, кого подписали в Fly to Moon, кто их подписал? Да, давай. Как ты думаешь, ты подобным поведением нарушаешь какие-то этические нормы или нет? Ну, ты знаешь, если бы у нас вот все в комьюнити было по этическим нормам, наверное, я бы нарушал, я бы так не делал. Но когда у нас творится полная анархия и вакханалия, да, просто, я не знаю, это просто оргия каждодневная во всех вообще сферах киберспорта нашего СНГшного. И когда меня кто-то журит, из которых самих можно в лицо вот так вот потыкать раз, два, три, десять, как котят. Ну, конечно, я думаю, что да, я нарушаю, но вины я не чувствую на себе вообще никакой. Меня это не заботит. А есть некая легенда, я уже не помню, где я читала, где-то в комментариях, может быть, на известных сайтах и форумах, что вот была некая менеджерская конфа, и тебя оттуда чуть ли не кикнули за то, что ты сливаешь инсайды. Скажи мне, это правда? Нет, конечно. Единственная конференция, которая есть, это она как бы менеджерская, но там еще и скримы ищут, это созданная сайберметом матью. Единственное. Поэтому это не ведь ничего общего с реальностью. Я когда это услышал, у меня вообще думаю, ну, ну, может, не знаю, ладно. Нет, слушай, всякое бывает. Может, с Марса человек прилетел, забирали его на выходные туда, ну, как бы, не знаю. Нет, конихосетства никакой нет. Ну и последний вопрос, Дим, в этом году на Интернешнл, как думаешь, поедешь или нет? Ну, вообще-то планирую. Ну, короче, если говорить прям вот четко и жестко, нельзя никогда сказать точно, но поедем. Спасибо тебе за интервью. И напоследок, как обычно, вот открытый микрофон тебе, скажи, что хочешь, кому хочешь. Передаю привет себе, своей маме, спонсорам Империи, которые все еще с нами. Айбеку Такаеву отдельный респект. Вот. Ну, и Саше Стрэнджеру обязательно. Спасибо тебе за вечер вчерашний. Все было классно. О том, что за незабываемый вечер провел Дима со Стрэнджером, я узнал его уже за кадром. А вам, друзья, спасибо, что смотрели это интервью. Подписывайтесь на наши социальные сети, на наши каналы и болейте за империю. Спасибо за просмотр!